Единый госэкзамен в Чувашии проходит в штатном режиме, хотя отдельные нарушения есть. Отчитался министр образования республики. Этот и другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном совещании главы правительства Чувашии. Нарушения, зафиксированные в процессе итоговой аттестации 11-классников, не носят системного характера, считает Минобразование Чувашии. Традиционный лидер по количеству шпор и мобильников, протащенных на экзамен, точнее аутсайдер, Батревский район. В остальных муниципалитетах ситуация ровнее. И, несмотря на неприятные нюансы, итоги ЕГЭ радуют. В текущем году ЕГЭ по математике сдали 6806 участников. Выпускники текущего года, прошлых лет по русскому языку, сдали 6880 человек. Из предметов ЕГЭ по выбору самым популярным стали, как и прошлые годы, это общество знания, 4546 человек, физика, история, биология. Для нас принципиально важно, чтобы предметы, естественно, математического цикла, биология, химия, в том числе, получили популярность, так как это гарантирует нашим выпускникам не только поступление в технические вузы, но и последующее трудоустройство. Для нас приятно, что результаты русский язык оказались такими же успешными, как и в прошлом году. На совещании обсудили некоторые мероприятия с деловой программы Дня Республики. В частности, 18 июня в Чебоксарах пройдет окружное совещание, посвященное Году культуры. Ожидается, что в нем примут участие делегации из Федерального министерства, руководители театров, домов и дворцов культуры, работники отрасли из приволжских регионов. Что же касается еще одного направления работы Культурного ведомства Республики, его тоже необходимо активизировать. Кабинету министров Чувашской Республики дается поручение до 1 октября текущего года утереть концепцию развития сельско-экологического туризма Чувашской Республики на 2015-2020 годы. Программа в районном обмазании принятая и есть. Надо будет тоже эти программы актуализировать с учетом проводимых наших юбилейных дат и столетия образования Чувашской автономии и 550-летия образования города Чебоксары. Министр спорта Сергей Мельников передал коллегам слова благодарности от участников первой в истории России спартакиады пенсионеров, которая в праздничные дни прошла в Чебоксарах. 500 человек из 56 регионов страны, а также из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Сербии боролись за награды в 9 видах спорта. Чувашия в общем зачете заняла третье место. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.